Террамобил, Нефтекамск, Янаульская, 1А, телефон 2-36-88. Более 800 студентов и около сотни педагогов сегодня находятся под крылом Нефтекамского филиала Башкирского госуниверситета. Еще в 2011 году эта цифра была на треть больше. Сократить ее пришлось из-за многочисленных проверок учебного заведения Министерства образования. В 2013 году над Нефтекамским вузом нависла угроза закрытия. Однако пока ему удалось выстоять. Мы решили не увлекаться письмами, претензиями, обращениями, а решили работать над повышением своих показателей, над повышением своего имиджа. И за эти три года коллективом действительно проделана огромная работа. Мы прошли тяжелейшую проверку Рособранадзора, причем к нам уже через два месяца не было никаких вопросов. Мы дважды после этого уже прошли мониторинг, успешно прошли мониторинг. И причем Министерство образования по итогам последнего мониторинга причислило нас в разряд вузов с высокой степенью эффективности. Усилия педагогов и студентов легко проанализировать, если взглянуть на график выезда местных студентов на различные олимпиады и конкурсы всероссийского уровня. Буквально сегодня студенты нашего филиала отправляются в Нижний Новгород для участия во Всероссийско-студенческой юридической олимпиаде, куда они были приглашены после прохождения заочного тура. Также студенты направления прикладной математики и информатики поезжают в Москву для участия во Всероссийском конкурсе «Национальное достояние России». Девять наших участников прошли во второй тур Международной открытой студенческой интернет-олимпиады. Педагоги нефтеканского филиала БГУ, так же как и УГАТУ, с оптимизмом смотрят в будущее. Уверенность подпитывает и неугасающий интерес абитуриентов к учебным заведениям. Мы традиционно продолжаем тесно сотрудничать с отделами образования и города, и региона. И интерес абитуриентов со всего региона к нам есть и на гуманитарные направления, и на естественно-научные направления. Двери наши всегда открыты. Поддерживают вузы и представители городской администрации. Здесь заявляют, сохранение высших учебных заведений – это стратегически важная задача. Без них в городе сложно будет заставить остаться заинтересованной в образовании молодежь. Поэтому представители администрации совместно с депутатским корпусом подготовили письмо – обращение к руководству республики с соответствующей просьбой. Надеемся, что у нас будет один объединенный филиал, где будут как гуманитарные специальности, так и технические специальности. Этим самым мы хотим сохранить в городе высшее учебное заведение. К этому толкает и то, что есть малообеспеченные семьи, которые не могут куда-то выехать учиться по семейным обстоятельствам. Поэтому мы должны создать равные условия для всех наших горожан, чтобы они могли достойное образование получить. Ответ на обращение нефтекамцев в местной администрации рассчитывают получить в течение месяца. После чего станет ясна судьба двух весьма важных учебных заведений города. Лариса Миронова, Льшет Исламов, информационная программа «Время новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова